я всех приветствую мы с вами в садовом центре давайте походим и посмотрим что и почем здесь продается это вот азалия очень хорошее растение для сада давайте посмотрим сколько стоит 19,99 какие вертушки если вы хотите что-то садить обязательно нужен горшок без него но никак глазированные горшки всегда дороже видите маленькие 14,99 а большой сколько 34,99 а вот и пример растений для этих горшков примроза 2,49 еще больше вертушек они тут на каждом углу я уже про корзинки вам рассказывала англичане их обожают смотрите цена 24,99 в зависимости от размера корзины в зависимости от растений цена будет колебаться от 15 фунтов и до 30 видите это 14,99 вот это немного дороже ну а здесь настоящий розовый рай смотрите сколько много роз 14,99 вот эти деревца почти 45 фунтов и масса роз они все стоят приблизительно 13 14 15 16 с копейками вот такая вот цена разные розы очень большой выбор вы знаете я не ожидала что у нас в местном садовом центре такой шикарный выбор розы в отличном состоянии ухоженная и столько много сортов еще больше горшков глазированных видите неплохая цена для садовода еще очень важные инструменты без них тоже никак это удобство смотрите маленькие виллы такие 10,99 обратите внимание на потолок видите он прозрачный закрытый соломкой и давайте глянем на семена самый дешевый способ вырастить что-то это купить свои семена конечно от фунта 45 до 4,99 вот например эти помидорки стоят 3,60 если по какой-то причине вы не успели посадить семена можно всегда купить готовое растение но это дороже разные тут есть виды помидоров перец 1,49 все стоит тут и черри помидоры и чили перчик огурцы есть эти огурцы дороже 1,99 а здесь разные декоративные вещи сантана можно не мастериться теперь готовы продаются тут тоже разные светильники видите работающие на солнечных батарейках вам даже не нужно подсоединять электричество разных видов эти шары под старину а здесь разные домики для насекомых например для птиц посмотрим сколько стоит вот такой вот домик для птиц стоит 14,99 не приблизительно все тут столько стоит хотим-то посмотрим еще на улицу на цветы смотрите они тянуты глазки 3,99 а если три коробки то 10 фунтов то же самое вот с этими цветами всегда есть небольшая скидка если вы покупаете больше чем одну а в этом отделе вы можете купить и навоз и компост в районе 6 7 8 9 10 фунтов вот такая вот цена для разных видов растений вот например для помидор 799 стоит если слишком большой мешок то можно купить мешок поменьше чтобы легче было тащить его смотрите клематис стоит 14,99 вот мне нравится что они группируют все растения похожие в одном месте видите все растения которые вьются по забору а вот здесь кустики 12,99 кустик называется барбарис мне вот эта вот секция нравится за 8 растений вы заплатите 10 фунтов чем она интересна тем что тут малюсенькая рассада вы не знаете как это будет все выглядеть но так как они поставили фотографии цветов вы можете себе представить финальный результат очень удобно каждый уважающий себя садовник хочет иметь металлическую лейку смотрите 19,99 стоит вот эта леечка смотрите что тут еще стоит какие печки с высокой трубой такой очень популярны сейчас даже скидка у нас появилась и барбекюшница чтобы какие-нибудь вкуснятины приготовить наработались надо и покушать кстати смотрите в садовых центрах подаются пирожные печешки тортики продаются игрушки есть домашний такой уголок домашние растения видите экзотические растения кактусы в садовых центрах кстати всегда есть одежда тоже видите уже готовятся к летнему сезону платья продаются блузочки хлопок видите тапочки курточки ну в общем обувь я бы конечно обувь тут не покупала я люблю качественную хорошую обувь я не уверена про вот эту смотрите блузочки та же самая компания я не знаю этот бренд что это за бренд такой много тут чего есть смотрите куртки резиновые сапоги ну как без резиновых сапог это же все же садовый центр пойдемте уже на выход и тут крутилки стоят видите кстати крутилки эти не только декорации они помогают защитить ваш урожай от незваных гостей например если у вас растет какая черешня вишня то возможно какую-нибудь птичку или две птички эта крутилка спугнет но мы идем на выход и пойдем домой этот садовый центр находится прямо в нашей деревне и нам пешочком тут через лесок нужно немножко пройтись мы кстати этим маршрутом с вами уже ходили по моему наверное раз или два я показывала вам этот мостик кстати здесь мы иногда видим рыбу и пресноводных как они называются наверно раки пресноводных раков вот каждый раз поэтому мы проходим и смотрим пытаемся разглядеть есть ли тут пресноводные раки или нет но видели только один раз больше как-то не приходилось видеть мы уже практически дошли домой хочу вам только показать как фермер защищает кусты которые растут по периметру его полей вот такими пластиковыми чехлами видите у основания всех кустов абсолютно есть чехлы я вам покажу сейчас поля которые находятся за нашим садом и тут сейчас пасутся овцы видите они едят какой-то корнеплод типа брюквы они очень пугливые видите разбегаются но они вернутся а с этой стороны видите овцы у которых уже появилось потомство немножко раньше в этом году обычно это случается в мае но уже несколько овец имеет потомство а я с вами прощаюсь всего самого хорошего и пока 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 Продолжение следует...